Я Сергей Никольский, и я рассказываю о голландском искусстве Золотого века. Второй рассказ о том, как зелёные деревья стали коричневыми, то есть об изменениях красочного слоя в старинных картин. Мир разноцветный. Небо голубое, солнце жёлтое, деревья и поля, они зелёные, и вот Голландия, а я живу в Нидерландах, Голландия – это очень зелёная страна. Но если мы подойдём к голландскому пейзажу в музее и посмотрим на него, то мы увидим, что он обычно чёрный, коричневый, в лучшем случае серый. Почему так? Дело в том, что голландские картины, они написаны масляными красками. А масляные краски со временем изменяются. Они становятся темнее, они обесцвечиваются, и они становятся прозрачными. Это сложный процесс, до конца не понятый, но в общем и целом это так. И моим первым примером того, как меняются краски, будут голландские автопортреты. Голландцы хотели изобразить себя на портретах богатыми и преуспевающими. Настоящими господами. То есть если сейчас художнику для увеличения продаж лучше всего выглядеть измождённым наркоманом, ну или в крайнем случае алкоголиком, то в XVII веке было не так. Итак, хорошо одетые господа сидели в окружении правильных атрибутов, то есть мольберта, кистей, холстов и самое главное – палитры. Палитра – это очень выигрышный элемент, потому что картина пишется смешанными красками, а на палитре можно показать чистые пигменты – жёлтый, красный, зелёный, синий. Получится радуга, получатся эдакие самоцветы. Отличный камертон для сдержанно написанной живописи. Отличный контраст. Если мы пойдём в музей и подойдём к любому голландскому автопортрету, где есть палитра, мы увидим, что это совсем другая палитра, а вовсе не радуга и вовсе не самоцветы. Мы увидим смутные, невнятные цвета, там будут чёрные, коричневые, а жёлтые и красные, которые иногда там остаются, они будут опять-таки грязноватыми. Синих и зелёных на палитре вы вообще не найдёте. Так куда девалась радуга? Виною тому масляная краска, которая была так восторженно принята всеми художниками во всех странах. Почему её так полюбили? Дело в том, что масляная живопись, масляная краска очень удобна для решения живописных задач. Темпера сохраняются лучше, она светостойкая, но ей удобно решать декоративные задачи. А вот для передачи воздушной следы, света, нюансов, деталей лучше всего подходит как раз масло. Первым примером будет картина из музея Бредиуса в Гааге. Картина известная, когда-то она считалась автопортретом Альберта Кейпа. Альберт Кейп – это любимец Англии в XIX и XX веках. Там лежит его слава. И, как всегда, когда кто-то знаменитый, все хотят знать, как он выглядел. И вот когда-то давным-давно взяли непонятную картину и сказали, а вот это и есть Альберт Кейп. Потом, когда наука искусствоверения стала более серьёзной, стали искать какие-то доказательства, выяснилось, что манера Альберта Кейпа совсем не похожа на эту манеру, так что это всё-таки не автопортрет. Но продолжили считать его портретом Альберта Кейпа. Потом поняли, что доказательств этому никаких. И сейчас Альбертом Кейпом считают его только в музее Бредиуса. В любом случае, это портрет художника, скорее всего, автопортрет неизвестного художника, середины XVII века. Итак, посмотрим, что за палитру представил нам этот мастер. Итак, вот все цвета радуги. По краю расположено 11 пигментов и несколько красок смешано в середине. Перечислю все краски. Это чёрный, 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 чёрно-коричневый, выцветший грязно-коричневый, тёмно-коричневый с красноватым оттенком, красновато-блеклый, белый, и этот белый ярче всех других цветов, чёрный, да, нам не доставало чёрных, как видимо, и ещё раз чёрный, и цветное пятнышко красного рядом с белилами. Смесь и красок серовато-грязноватый. Понятно, что художник не такие цвета хотел изобразить, не ими хотел он похвастаться, не ими он гордился. Причём приведённая палитра стандартно, какой-то специальный пример я не искал. У всех, у всех художников, у хороших, у плохих, у техничных, у неуверенных в себе, у тех, кто использовал дешёвые пигменты, у тех, кто использовал дорогие, у всех художников, которые писали в начале 17 века или в конце 17 века, у всех одна и та же палитра с чёрной краской, с ещё одной чёрной, с ещё одной чёрной, с белой и парой выцветших жёлтых-красных. Приведу ещё один автопортрет, если то была середина 17 века, то это будет самое начало, 1601 год, художник Йоахим Эйтывал из Утрехта. Йоахим Эйтывал писал не в голландской манере, а он писал в манеристском стиле, то есть так, как писали до появления голландской школы. Всё равно, даже когда голландская школа стала модной и популярной, старую школу тоже покупали, находились любители. Йоахим Эйтывал был очень богатым человеком, он был купцом, он торговал льном, а живописью занимался для своего собственного удовольствия. Продавал он, конечно, тоже, но не это было главным источником дохода. И вот его автопортрет, и вот его палитра. Опять-таки перечислю краски. Чёрная, чёрная, тёмная с красноватым оттенком, тёмная с желтоватым, белая и бело-желтоватая. Почему важно, что Йоахим Эйтывал был богатым? Дело в том, что он на пигментах, на красках не экономил. Были краски дешёвые и дорогие. Художник, который перебивался от картины к картине, мог использовать что-то дешёвое. Однако же Эйтывал был богат. Его интересовала живопись. И всё равно пигменты на его палитре стали грязными, тёмными, скучными и неинтересными. И так как эту картину он писал для самого себя, то выбирал он самые лучшие пигменты. И всё равно, увы, увы, увы. Если Йоахим Эйтывал – это самое начало 17 века, то теперь самый его конец. 1699 год. Художник Адриан Вандерверф. Тоже самый дорогой, чтобы быть уверенным, что краски у него самые лучшие. Поэтому я его и выбрал. Всеобщий любимец, необычайно богатый, работал на королей. Курсюрт Фальц и наградил его золотой медалью. И вот его автопортрет, который он сделал для самого себя, как образец мастерства. Тут он держит портрет со своей женой и дочкой. Видна медаль. И вот слева видна палитра. Что ж, перечислю цвета пигмента и здесь. Это белый, бледно-красный, черновато-красный, светлая охра и золотая охра, которые хорошо сохранились, то есть земляные краски, они очень устойчивые. Дальше прозрачный грязный цвет, грязно-коричневый, серо-коричневый, черный и черный. Опять-таки, совершеннейшее безобразие. Но почему это важно? Да потому что все эти портреты и все другие картины 17 века были написаны как раз этими пигментами, которые художники представили нам на своих палитрах. То есть все картины изменились. Нет ни одного исключения. Правда, картины менялись по-разному. Мы не понимаем еще, как и почему. Иногда краска менялась сильно. Иногда тот же самый пигмент менялся чуть-чуть, но это случилось с каждой картиной, написанной в 17 веке. До недавнего времени состояние красочного слоя интересовало только художников-реставраторов. А искусствоведы на это не обращали внимания. Однако времена меняются и в 2015 году. Замечательный ученый Пол Тейлор издал книжку, которая называется «Состояние картины» или «Как меняется живопись». Это очень хорошая книжка и довольно неудобная, потому что впервые на изменение красочного слоя посмотрел искусствовед. И вдруг оказалось очевидным, что утверждения других ученых, которые были сделаны на протяжении 100-150 лет, они нелепо и смешно. Не все утверждения, некоторые. Например, в Англии, в Национальной галерее, висит темная картина Пуссена. Стало общим местом, что, рассуждая об этой картине и о других работах Пуссена, все говорили о «Великой печали», «Мировой скорби» и «Меланхолии» художника, и пытались трактовать эту картину именно с этой точки зрения. Все дело в том, что Пуссен не соблюдал технологии живописи здесь, и картина потемнела. Никакой мировой скорби тут нет и не было. Книжку Тейлор написал вежливо. Агрессивного и конфликтного стиля он избегал. Написал книжку очень ясно, организованно. Вообще, это так интересно, и она такая полная, что кажется просто развернутым содержанием на 250 страниц. Каждую главу можно было бы превратить в полноправный том. Самые выпившие примеры Тейлор не рассказывал, он их не касался. Я говорю, он написал книжку вежливо. Так, например, когда он был в Гродинге на его лекции для студентов университета, в музее, он рассказывал, как знаменитый искусствовед Гомбрих однажды покритиковал Лондонскую национальную галерею за то, как она реставрирует картины. Результатом было, что Гомбриху запретили работать в национальной галерее на много-много лет. Имеется в виду запасники. Так-то он мог туда, конечно же, ходить на экспозицию. Так вот, подобные вопиющие случаи приведены не были. Книга очень вежливая и очень сдержанная, и очень хорошая. Тейлор использовал последние исследования о химических процессах старения, то есть выяснилось, что мы многое не понимаем. Там в книжке очень хорошая библиография, превосходная иллюстрация, весьма рекомендую. А теперь про зеленые пигменты. С зелеными пигментами абсолютная катастрофа, все деревья стали коричневыми. В качестве примера две картины из Ряйкс-Мьюзеума. Первая картина написана Аэртом Вандернером, это пейзаж с луной. И вторая картина Адриан Ван Устаде Речной пейзаж со старым дубом. Эти картины в Ряйкс-Мьюзеуме обе висели в одном зале, обе они были написаны в одно и то же время, на одном пейзаже ночь, а на другом день. Краски изменились, цвет пропал, все стало коричневым, день теперь почти неотличим от ночи, и понятно, что это ночь только потому, что там луна, то есть и полночь, и полдень одинаково скучные и грязные. Большинство пейзажной живописи 17 века утратили зеленый. Этого, оказывается, вполне можно было избежать. За 150 лет до Золотого века, а это середина 15 века, художники знали, как бороться с изменением красок. Я хочу еще сказать, что все художники знали и знают, что краски меняются с течением времени. Итак, вот для примера картина, которая висит в Роттердаме в Боймонсе. Это святой Иоанн, пишет Евангелие. Около 1465 года, художник неизвестен. Тут пейзаж зеленый. Как художники этого добивались? Добивались непросто. Сначала писали подмалевок. Подмалевок – это определение на всей картине форм, рисунка, цветовых отношений, пятен. Поэтому коричневые были написаны коричневым, красные – красным, зеленые – зеленым, синие – синим. После этого подмалевок сох. На это нужно было от двух недель до одного месяца. После того, как подмалевок высох, писались детали – листья, тени, цвета. И опять-таки, эта живопись, уже детально написанная, должна была сохнуть от двух недель до одного месяца. Потом по этой живописи проходилась лессировка. Лессировка – это прозрачная краска. Той же самой краской, зеленой, но очень прозрачной. И вот, с течением времени эта лессировка становилась коричневой. Но она изменяла сам зеленый цвет под ней чуть-чуть, почти незаметно. А два слоя – и подмалевка, и основной слой живописи – так и оставались зелеными. Однако же в Голландии это было абсолютно невозможно. Потратить два месяца на многослойную живопись – нет. Голландцы писали для рынка. Жили от продажи одной картины до другой картины. Пейзаж – это была дешевая живопись. Ради заработка художники должны были писать две-три картины в месяц, иногда картину в неделю. Самые большие умельцы могли закончить пейзаж за день, и поэтому случилось то, что случилось. Деревья стали коричневыми и будут коричневыми навсегда. Однако есть небольшая тонкость. На голландских картинах мы иногда видим зеленую краску. Иногда даже деревья бывают зелеными, но чаще всего это или одежда, или один излюбленный мотив, а именно это занавеска-обманка. На картинах в голландских домах часто была занавеска, которая предохраняла картины от пыли и от грязи. Вот, например, на картине Меце мы видим, как Лужанка приподнимает эту самую занавеску и смотрит на морской пейзаж. На черно-белый морской пейзаж были такие. И вот эти-то занавески стали излюбленным мотивом на популярных картинах-обманках. Слева писалась сама картина, а справа кусок её занимала зелёная ткань. Как будто бы это была не сама картина, а та самая шторка, предохраняющая живопись от пыли. Что интересно, что все эти зелёные тряпки писались в одной манере и одними и теми же пигментами. То есть, для того, чтобы написать занавески, использовались одни пигменты, для того, чтобы написать деревья, другие. Никаких вариантов не было. Это живопись на продажу, которая делается стандартным способом. Пейзаж дёшев, поэтому он пишется быстро. Картина-обманка дороже, поэтому тут можно ещё и высушить несколько слоёв. То есть, картина-обманка всегда написана тщательнее. Она должна обманывать глаз. И вот несколько картин, где эти занавески написаны по технологии. И первая картина. Это интерьер старой церкви Делфта и художник Геррит Хаукхейст. Середина XVII века из Ряйкса. Наверху видно, как эта занавеска висит. А теперь занавеска поверх портрета. На самом деле это не портрет, это копия с портрета кисти Кристиана Дюсарта. И копию это написал кто-то совсем неумелый. Он не умел рисовать, нарушал технологию, часть фона осыпалась, там много трещин. Но зелёный он написал правильно. То есть, пигмент немного потемнел, но остался зелёным. То есть, даже неумелые художники при желании могли зелёный сохранить. Ну, а теперь жанровая картина. Всем известный Вермеер. Что тут интересно? Во-первых, у него зелёная занавеска нестандартная. Краска чуть выцвела, всё-таки осталась зелёной, но у него цвет нестандартный. И это значит, что Вермеер, когда писал, он думал про каждый свой мазок и каждый раз решал, что и как должно быть. Ну да, он был гемием, поэтому живопить его абсолютно нестандартно. И второе. Вермеер думал о масштабности. То есть, тут видно, что занавеска – это большая тряпка, которая ну никак не может быть частью интерьера. То есть, абсолютно видно, именно из-за размера, что эта тряпка поверх картины. Просто сравните размер женщины там вдали, она такая маленькая, а занавеска большая. Этого вы не увидите на тех двух примерах, которые я сейчас только что привёл, и на других картинах. То есть, Вермеер думал и о цвете, и о масштабности. Он вообще об очень многом думал. Он вообще был замечательный художник. То есть, ужасно жаль, что зелёные краски исчезли. Было бы интересно посмотреть, как художники писали голландский пейзаж. И здесь я хочу привести ещё один пример. То, как выглядит пейзаж на самом деле, это фотография. И то, как он выглядит на картине голландского художника, это Филиппс Конинг. Посмотрите. На картине солнечный день. Это видно потому, что впереди тень, и на среднем плане тоже тень. То есть, солнечный день, и трава должна быть очень яркой. На фотографии серый день. Небо не голубое. Насколько зелёное, там ярче, чем у голландских художников. Исчезали не только зелёные, но и синие. Мы помним, что на палитре нет ни зелёного, ни синего. Очень популярный синий – это была краска индиго. И она выцветала. Из небесно-голубой она становилась абсолютно невнятной. Вот офицера на картине неизвестного харлемского художника. Посмотрите, как на картине сталкиваются чёрные и белые цвета нарядов, как они вступают в диалог. Именно так искусствоведы рассказывают об искусстве. Сталкиваются, вступают в диалог белые перелези. Вот под воротником видно. Они были когда-то голубыми. Это можно видеть по небольшому фрагменту, который был заслонён, то есть спасён от солнечного света рамой, большой рамой. Там краска всё ещё голубая. Вот два фрагмента. Один – это справа в тени. Всё равно видно, что там голубой цвет. А наверху, на самой вершине знамени штандарта, видно небольшое синенькое пятнышко. Тоже было за рамой, тоже спасено от времени и от солнца. Интересно, что автор этой картины неизвестен. Её приписывали разным художникам. Приписывали её Бартоломеосу Вандеркельсту, знаменитейшему портретисту, который сменил Рембрандта в качестве самого модного амстердамского живописца. Приписывали картину Ван Дейку, а ещё картину приписывали гораздо менее известным художникам Питеру Саутману и Хендрику Поту. Именно Хендрику Поту эта картина сейчас приписана в музей. Что это значит? Это значит, что нет подписи у картины, это значит, что нет никаких архивных документов, мы не знаем, кому заказали эту картину написать, и что все эти суждения были на основании стиля, на основании манеры художника. Но что тут получается? Если мы думаем о стиле художника, мы смотрим на его цвет, то есть какой был колорит у Хельста, и какой был колорит у Ван Дейка. Но о каком колорите может идти речь, когда картина так изменилась в цвете? То есть картины Ван Дейка, несомненно, тоже изменились и пошли в одну сторону, но эта картина пошла, вероятно, в другую сторону, и вот две изменённые живописи сравнили и решили, ага, скорее всего, это Ван Дейк или Потт или Хельст. То, что краска изменилась, известно с 1928 года. Однако, с пустоведом это было не указ. Вот они и рассуждали и про свет, и про цвет, и про колорит, и приписывали или тому, или другому художнику. Можно ли было избежать обесцвечивания синих? Да, можно. Для этого надо было использовать драгоценный ультрамарин. Но это для художников было слишком дорого. Опять-таки, рынок диктовал, как картины будут написаны. И вот, художники пользовались дешёвыми красками, они знали, что они не очень стойкие, но это их не останавливало, потому что, кому интересно, что будет через 200 лет. Изменились цвета даже у Вермеера, который, кстати, использовал настоящий ультрамарин. Однако, не всё он мог предусмотреть. Например, фон знаменитой девушки с жемчужиной был не тёмным, не почти чёрным, какой он сейчас. Он был тёмно-зелёным. Для этой картины Вермеер использовал тот же самый индига, который выцветает, смеси с органической жёлтой. И тут краска не выцвела, а наоборот, стала темнеть. Кроме того, исчезли некоторые детали. Так, например, у девушки с жемчужиной были ресницы. Сейчас ресниц нет. Краска была положена слишком тонко и исчезла. Если уж мы говорим про Вермеера, расскажу ещё немного про ту же самую картину. Вот состояние картины до реставрации. Вернее, в процессе реставрации. Слева на лице девушки мы видим жёлтый такой прямоугольник. Это ещё не снятый лак. Мы видим, где осыпалась краска. Мы видим, где краска пожухла. Вот ещё крупный фрагмент. А вот уже лак сняли полностью. Видно, как пострадал глаз. Видно, как осыпалась краска на носу. Обычно музеи такие фотографии не публикуют. Обычно это секрет, на самом деле секрет, который за семью печатями. Почему же Майрис Хайс опубликовал эти фотографии? А потому что эта картина в довольно-таки хорошем состоянии. Очень много картин, которые сохранились гораздо хуже. Вот для примера Вермеер из коллекции Фрик. Тут картина сфотографирована давно, поэтому она чуть менее цветная, но видно, где осыпалась краска, видно, в каком она ужасном состоянии. Что важно отметить, что эта картина ещё не полностью расчищена. Например, клетка для птицы наверху, её написал не Вермеер, а какой-то художник, реставратор, сколько-то сот лет тому назад решил картину улучшить, написал эту клетку. То есть работа реставратора тут удалена не полностью, лицо женщины и мужчина, это всё после того, как реставратор хорошо поработал. От Вермеера на картине более или менее нетронутым остался только натюрморт на столе. Ведь много вопиющих случаев. Например, известная картина Джорджона «Гроза». Когда-то давно была проведена реставрация, и мы не знаем, что там было сделано. реставрация более ста лет тому назад. Мы не знаем, что там сделано. Музей этого не рассказывает. Или ещё случай. Американцы, когда они покупали картины для своей молодой страны, они любили картины только в превосходном состоянии. Поэтому несколько огромных досок, икон 13 века они получили в превосходном состоянии. То есть, если ты хочешь картину 13 века в превосходном состоянии, ты её получишь. Сейчас в профессиональных книгах эти иконы называют живопись начала 20 века. Но зато всё, как хотели американцы. Никаких утрат красочного слоя, золото всё на месте, блестит, сверкает и сияет. В музее естественно написано, что это 13 век, никто не говорит, что картина была почти полностью переписана реставратором Ювейна, который знал, чего хотят американцы и что они купят. Изменения красочного слоя могут полностью изменить картину. То есть, какие-то детали могут исчезнуть, а что-то второстепенное наоборот выскочит на зрителя. Например, картина Рембрандта «Песнь Симеона». Надо сказать, что Рембрандт с технологией обходился слишком свободно. Очень много его картин в абсолютно ужасном состоянии. Реставраторы, например, в старой пинокотеке жалуются. Вместо того, чтобы спасать другие картины, они должны постоянно спасать знаменитого и гениального Рембрандта. А на все остальное не хватает ни времени, ни сил, ни денег. И вот картина из Мориц Хейса называется «Песнь Симеона» всегда рассматривают центральную группу «Симеона с Христом на руках и Марию», а все остальное тонет в рембрандтовской тьме. Как будто бы художник так и хотел. Панель задумывалась не так. Тьма по сторонам картины была не такой темной. Причина в том, что черная краска, кость сженая, которую Рембрандт пользовался, в смесях становится с течением времени белесым. И теперь края картины выглядят словно на них наклеили тончайшую кальку. Можно вспомнить например еще одну деталь самого знаменитого Рембрандта это собака из ночного дозора. Практически все краски исчезли и имеется собаке там непонятный призрак прозрачный. Красочный слой изменяется и гибнет по самым разным причинам. Я не буду про все рассказывать, про это надо читать у Тейлора, а можно читать и дальше и дальше. Я сейчас расскажу про лак. Что такое лак? Лак это защитный слой на картине. После того, как картина высохнет, на это нужен один год, ее можно покрыть лаком, который картину будет предохранять. И на самом деле лак обязательно он картину спасает от многого. Однако же лаки желтеют. Поэтому сейчас, когда проводится реставрация, как было видно в случае с Фермеером, лаки эти смывают. И в общем-то правильно делают. Вот например картина Вильяма Ван-де-Вельда младшего, которую ряд князем купил за астрономические почти 6 миллионов в 2011 году, это голландские корабли в стиль, до реставрации и после реставрации. Небо стало голубым, а не непонятным, то есть молодцы, что расчистили. Однако же есть небольшие детали. Современные энтузиасты живописи готовили лаки по старинам технологиям, покрывали картины лаком и смотрели, когда он пожелтеет. Лак желтел очень-очень быстро. Есть мнение, что некоторые мастера, некоторые художники были к этому готовы и писали картины с учетом того, что поверх картины добавится немножко желтого. однако этот лак все равно смывают. Тут, конечно, трудно угадать, что художник хотел, а чего художник не хотел, потому что никакой информации письменной до нас не дошло. Но не это самый ужасный пример реставрации, опять-таки реставрации, и того, как смыли лак. Английская национальная галерея, тот же самый вермеер, женщина у Клави Кордов и у нее зеленое лицо. Почему? То есть зеленого лица не должно быть, а оно зеленое, как у крокодила. Все дело в том, что считается сейчас, и об этом опять-таки говорил Пол Тейлор в своей лекции, считается, что вермеер писал верхние слои живописи на лаке. Художники это делали тогда, художники делают это и сейчас, и всегда предупреждают, это неправильно, это неправильно технология, ни в коем случае этого не делайте, а художники делают все равно, потому что краска становится живой, блестящей и драгоценной. То есть это очень-очень выигрышно. И вот вермеер, судя по всему, как раз погнался за этими эффектами, и когда лак с его картины смывали, верхние слои краски тоже смыли. То, что мы видим сейчас, это подмалевок. Естественно, никто в этом никогда не признается, но факт остается фактом. Зеленых барышей не бывает, и вермеер это прекрасно знал. Иногда очистка от лака может использоваться заинтересованными лицами и музеями. Например, музей искусств Валентауне решил отмыть от лака картину из мастерской Рембрандта, которую сделал один из его учеников, неизвестно кто. И вот после реставрации в 2018 году, тут видна разница, как они отличаются до реставрации. После реставрации музей понял, что это не ученик, а настоящий Рембрандт. И раструбил об этом повсюду. Договориться с американскими реставраторами и знатоками музеев было проще. Некоторые, не все, проголосовали за Рембрандта. На международном уровне атрибуция не принята. Молодая женщина считается по-прежнему картиной одного из учеников мастер. Но просто менять атрибут ее со скучной на желанную невозможно, если ты не совершаешь какого-то ритуального действия. В данном случае это было снятие лака. Про изменение красочного слоя можно рассказывать долго, однако же я закончу, потому что все-таки я хочу рассказывать про живопись, а в этом видео я рассказал о том, что то, что мы видим, это совсем не то, что написали художники когда-то. И поэтому, когда идешь в музей, надо это иметь в виду. Спасибо за внимание. субтитры создавал DimaTorzok.